Сегодня в городском суде Черкеска определилась мера пресечения в отношении человека, который обвиняется в совершении в 2018 году убийства двух пенсионеров. На протяжении трех с лишним лет преступление считалось нераскрытым. Лишь на днях злоумышленника удалось задержать и доказать его вину. Из зала суда Артур Мхце. Убийство двух пенсионеров было совершено в центре Черкеска в мае 2018 года. В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилой супружеской пары с признаками насильственной смерти. На протяжении длительного периода времени следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МВД проводили комплекс мероприятий. И всё-таки многочисленные исследования и экспертизы дали результат. В начале февраля подозреваемый был задержан. Это проверка показаний человека, который подозревается в совершении двойного убийства. Мужчина объяснил мотив своих действий, рассказал о ссоре с соседями, выяснении отношений между пожилыми людьми. Упомянул и о самом преступлении. В городском суде Черкеска определялась мера пресечения для задержанного. Защита предлагала оставить его под домашним арестом. Следователи выступали за заключение под стражу. В настоящее время следствием добыто достаточных данных, подтверждающих причастность подозреваемого к совершению данного преступления. В связи с чем следствие обратилось в Черкесский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для сбора всей необходимой доказательной базы у следствия есть ещё почти месяц. Подозреваемый будет находиться под стражей до 1 марта текущего года. После чего опять же в суде, скорее всего, определится его дальнейшая судьба. За совершение особо тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного срока. Артур Мхц, Максим Долгов, Вести, Карачао, Черкесия.